29 августа в Казанском федеральном университете в рамках мероприятий, посвященных 225-летию со дня рождения великого математика Николая Лобачевского, состоялось заседание международного жюри по присуждению премии медали имени Николая Ивановича Лобачевского. Перед нами стоял очень трудный выбор. Большинство из этих номинантов – это ведущие специалисты, которые получили выдающие результаты в последние годы, и мы должны были выбрать из этих номинантов одного самого достойного из достойных. Позже в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась пресс-конференция, на которой огласили имя победителя. Работа проводилась в три тура. В третьем туре остались выдающиеся математики. Профессор Шон, американский математик из Калифорнийского университета, профессор Вайс, он американский математик, работает в Канаде, и профессор Сабитов, профессор Московского университета. Примерно равное количество голосов, и поэтому было очень трудно. Вот третий тур, это был фактически для нас принципиальный, и в результате голосования определился победитель. И мы с удовольствием объявили лауреата премии Николая Ивановича Лобачевского 2017 года. Это профессор Шон. Работа по присуждению медали и премии имени Лобачевского началась накануне заседания международного жюри, состоявшего из 14 академиков и профессоров из России, Франции, Германии, Швейцарии и США. Состав участников, президентов на премии, эти участники самого высокого уровня. Теперь опять немножко убегая в сторону, я хочу сказать, что большинство участников, они, в том числе и победитель, занимаются трехмерной топологией. Корни этой награды уходят еще в 1893 год. С 1992 по 2002 год Казанский университет возобновил вручение награды. Имя Лобачевского, связь и усуждение этой медали, и привлечение математиков, внимания математиков всего мира, Казанскому университету, к имени нашего выдающегося земляка, это очень важно, не только для Казанского университета, но и для всей России. В этом году, 1 декабря, планируется вручить медали премию имени Николая Ивановича Лобачевского в размере 75 тысяч долларов США. Диана Шилова, Роман Самуарин, Владислав Михневский, Универ Ньюс.